Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А дальше я напишу, что та же величина, она оценивает другую величину, это называется неравенство Соболева. Здесь тогда будет стоять норма у, только здесь квадрат, в квадрате, а здесь показатель 2 со звездочкой, а 2 со звездочкой это 2n делить на n-2. Я замечу, что оба неравенства, они верны в размерности от 3 и выше. Почему от 3 и выше? Потому что размерность пространства должна быть больше, чем порядок оператора, квадратичная форма которого там стоит. То есть больше 2 в данном случае. А дальше, посмотрите, если у меня оценивается такая величина и оценивается такая величина, то оцениваются и все промежуточные. Значит, а здесь будет какая-то другая константа. Здесь вот С, допустим, 1, здесь С2. Все промежуточные, то есть я могу взять какую-нибудь норму функции с показателем между двумя и двумя со звездочкой и подобрать вес, степень х отрицательную, так, чтобы оно по Гельдеру развалилось на эти две. И вот то, что получается, это и именуется неравенством Харди-Соболева, обычным. Так, давайте тогда. Так, вы ready? Значит, теперь посмотрите, что у меня здесь. У меня совершенно аналогичное неравенство, только вот здесь будет не одна вторая, а С пополам. А здесь тоже норма в пространстве LQ и подходящий вес. Значит, Q в этом случае, опять же, от двойки до показателя 2 со звездочкой и со значком S. Ну, вот вы видите, что при S равном единице, это вот ровно это и получается. А показатель β, он считается, вот как я сказал, чтобы оно по Гельдеру развалилось. И вот такое неравенство называется уже дробным неравенством Харди-Соболева. Значит, показатели должны удовлетворять вот такому соотношению. То есть, опять же, n должно быть больше, чем удвоенный порядок оператора. А оператор в этом случае будет минус дельта в степени S. Значит, как определяется этот оператор? Его можно определить стандартным образом через преобразование Фурье. Здесь написано для S пополам, ну, потому что вот здесь стоит S пополам. Ну, а если бы здесь был S, то здесь бы было 2S. Значит, что такое оператор Лапласа? Минус Лапласа мы делаем Фурье, домножаем на символ, который есть кси квадрат, и фурьим обратно. Здесь то же самое, но только символ модуль кси в степени 2S. А для S пополам будет модуль кси в степени S. Что такое пространство, в котором вот все происходит? На самом деле это замыкание гладких фенитных функций по вот этой вот норме, которая стоит справа. Вот. Здесь написано формальное определение, но вы можете считать, что у меня... Просто я беру гладкие фенитные функции и по ним замыкаю. Следующий, пожалуйста. Значит, что мы знаем про неравенства Харди и Соболева обычные? Да. Сейчас мера, значит, там, где вот рассматриваются функции, роль не играет. Нет. То есть там единичные шары, пространные... Нет, нет, это... Нет, речь идет о всем пространстве. В всем пространстве, мера ли бега. Значит... Нет. Дело в том, что эти неравенства, они, так самое, инвариантно относительно гомотетии. Вот. Поэтому они возможны во всем пространстве. И в нем и рассматриваются. Может, я понимаю, что это немножко там... Не то, говорю, но... То есть классическое неравенство Соболева... Да. Значит, там, получается, как на шаре, там, значит, все такое, можно норму делить. А если новое место, значит, там, вместо шара, там, значит, там, надо будет еще... Нет. Я понял. Значит, давайте я это прокомментирую. Значит, если вы будете замыкать во всем пространстве, вы не получите обычного Соболевского пространства W1,2. Вы получите более широкое множество. То есть функции не обязаны убывать так, чтобы были суммированы с квадратом. Но в силу вот этого неравенства они суммированы с большей степенью, с 20 звездочкой. А вот. Так что... Значит, что мы знаем? В неравенстве Харди точная константа не достигается. Это более-менее все знают. В неравенстве Соболева она достигается. Значит, на функции, которая известна, на самом деле, с 30-го года, но доказан... Но сообразили, что она дает здесь экстремум только в 70-х уже годах. Об Эн и Таленте. И оказалось, что в промежуточных пространствах, то есть в неравенстве Харди-Соболева, точная константа тоже достигается. И она известна. И известно, на чем достигается, на какой функции. В дробном случае, когда у меня вот это Q как раз в неравенстве Харди-дробном не достигается, в неравенстве Соболева-дробном достигается и известно на чем, в промежуточных случаях известно, что достигается, но неизвестно на чем. То есть и значение ее точное неизвестно. Существование самого минимайзера, вот оно было доказано Янгом в 2015 году. И дальше он доказал, что этот минимайзер, он имеет постоянный знак, и радиален, и симметрично убывает. Значит, история, вообще как у нас получилась эта работа, да, я забыл сказать, это было написано, но сказать я забыл, это совместная моя работа с Робертой Мусиной из университета Удина в Италии. Значит, мы с ней писали работу, там какие-то свойства, и понадобилось вот существование как раз Майзера. Ну, стали смотреть, вот вышли на эту работу Янга, я смотрю, доказывается, вот там симметрия, еще что-то, при этом он явно использует свойства, которые не верны, которые верны, точнее, только при с меньших единицах. И при этом ссылается на другие работы, одно свойство и другое свойство, и ссылается на разные работы. Я лезу в те работы и обнаруживаю, что там, конечно, это сформулировано для S меньше единицы. Вот. А, ну, как, ну, просто написано неизвестно что. Ладно, значит, тогда, вот, Роберта, хорошо знакома с одним из редакторов этого журнала, она ему позвонила, говорит, ну, вот как, надо вообще-то писать письмо в редакцию. Он сказал, слушайте, ну, что, будем этим заниматься, возьмите и докажите эту теорему. Вот, да, чтобы все... Для всех, для S меньших единиц, кстати, то, что она строго убывает, он все равно не доказал. Вот. Ну, неважно. Ну, докажите ее, говорит, нормально. Ничего себе вытряснул, это называется. Но, тем не менее, оно доказалось, и вот ровно это я и буду сейчас рассказывать. Значит, вот утверждение, что пусть U – это минимайзер, вот в том самом неравенстве. Давайте я неравенство напишу, чтобы было. А вот тогда оно, этот минимайзер имеет значение. Он имеет постоянный знак, то есть можно считать, что он положительный и строго положительный, вот радиально симметричный и строго убывает по радиусу. То есть как, типа там, симметризация, славца, да... Да, но вот нет, он как раз и использовал симметризацию, но симметризация, она при S больше единицы просто не идет. Вот, то есть теорема асимметризации для S больше единиц просто не вернет. Вот, вот и все. И второе утверждение, которое он там использовал, оно тоже не вернет. Вот. Хорошо. Значит, что мы используем? Ну, тут нам отчасти повезло, что некое свойство, которое связано с симметризацией, оно было доказано, как раз вот припринт лежал незадолго до этой истории. Значит, давайте я напомню, что такое симметризация. Значит, если у меня есть какая-то функция неотрицательная, если она не неотрицательная, я модуль ее возьму. Вот, я возьму на каком-то уровне рассеку график, возьму множество надуровня, ну, если функция там измерима, то это множество измерима, и превращу ее в шар того же объема. Значит, можете себе представить так. Я взял график и нарезал его на бесконечно тонкие блины, как, в принципе, кавальери. После чего каждый блин я превратил в круг и расположил их вот так же, как, в принципе, кавальери, один под другим, как в пирамидку детскую, значит, вот сыграл. Что получилось? То есть, получилась функция радиальная, безусловно, убывающая, возможно, не строго, но, значит, убывающая по радиусу. Очевидно, что функции, ну, что там, интеграл от какой-нибудь степени при этом сохраняется. Это равноизмеримое преобразование. Так вот, оказывается, да, теперь вводится такое понятие, F вот так мажорируется G. Или что то же самое F со звездочкой так мажорируется G со звездочкой. Я беру интеграл от уже симметризованной функции по произвольному шару, и он должен быть меньше, чем интеграл от другой симметризованной функции по этому шару. Это не означает, что одна функция просто поточечно мажорирует другую. Она может сначала мажорировать, потом немножко вниз, но за счет первой части все равно выиграть. Вот такое свойство оказывается здесь полезным. Дальше, пожалуйста. Значит, оказывается, что это свойство, вот, мажорации, равносильно каждому любому из вот этих двух свойств. Свойство первое, что для любой выпуклой и неотрицательной функции справедливо вот такое неравенство. Ну, да, 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 это не очень сложно, но, тем не менее, вот это мы нашли в работе Феррона и Вальцона. Второе тоже равносильное утверждение, что для любой симметрично убывающей функции у Фи у меня справедливое вот такое неравенство. Это даже более очевидное. Нет, 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 здесь вообще ничего не нужно. Это вообще ничего не нужно. Любая такая функция, она просто аппроксимируется суммой вот этих вот интегралов по шарам. Дальше, пожалуйста. Значит, ну вот теперь давайте я попробую это доказать. Значит, я возьму функцию Ф, которая есть просто то, от чего я вот здесь вот норму беру. Точнее, модуль его. Она может быть, она может знака и не иметь. А с другой стороны я возьму ее, это самое, этой функции Ф, симметризацию. И А? Все функции вещественные. Вот. Значит, я возьму симметризацию, а дальше я решу уравнение с Лапласом в степени С пополам. Вот. Получу функцию У большое и В большое. Ну, поскольку в образах Фурье оператор это домножение на модуль Кси в степени С, значит, здесь в образах Фурье я должен поделить на модуль Кси в степени С. И это всем известный интегральный оператор Риса. Значит, вот. И он написан здесь. Вот функция У большое это вот такой интеграл, а функция В большое это такой же интеграл с Ф созвездочкой. Вот. Так теперь я воспользуюсь тем, что, значит, а чем я воспользуюсь? Это место может быть такое довольно хитрое. Значит, что я хочу доказать одно из тех неравенств, которые равносильно мажорации. А именно такое, что интеграл от Ф созвездочкой... Сейчас. В данном случае от У созвездочкой Фи не превосходит интегралы от В созвездочкой Фи. Если Фи – любая симметрично убывающая функция. Но тогда я с тем же успехом могу написать вот так. Потому что для Фи это одно и то же. А теперь смотрите, что написано здесь. Здесь написано... Да, В созвездочкой просто совпадает с В, потому что... И здесь написано интеграл от Ф созвездочкой, единица от У, единица на модуле Х минус У в степени Н минус С, на Фи созвездочкой от Х. Двойной интеграл. А это, очевидно, неравенство Рисса. Потому что слева-то у меня стоит вот что. Интеграл от Ф от У, единица на модуль Х минус У, Д, 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 дальше вот это все со звездочкой, и на Фи со звездочкой от Х, Д, Х. Но так вот я здесь могу просто звездочки убрать, потому что эта функция мне известна, я могу Фи, так сказать, рассимметризовать, чтобы интеграл при этом сохранился. И тогда слева стоит интеграл Рисса, тройной такой, ну, интеграл двойной, а справа стоит интеграл для симметризованных функций, и просто известно неравенство. Так что у меня есть вот это неравенство, и, значит, мажорируется В, значит, ну, вот, или У со звездочки, мажорируется В со звездочкой, которая и есть В. Дальше, пожалуйста. Значит, теперь я говорю следующее. Значит, я говорю следующее, что этот самый, вот, Лаплас от суммы и разности, ну, понятное дело, что он больше либо равен нулю, это тривиально. Но поскольку сама функция суммы или разность, она получается интегрированием с положительным ядром, сверткой с положительным ядром, то тогда она тоже, очевидно, обладает этим, таким же неравенством. Значит, мы имеем вот такое неравенство, то, значит, У больше либо равно модулю. А на самом деле я-то хочу доказать, что У большое просто равно модулю У, ну, и все. Почему? Потому что из этого неравенства следует, что вот такая норма больше, чем такая, ну, больше либо равна. Очевидно. А с другой стороны, мы же У большое подбирали так, чтобы вот эта штука была модулем вот этой, поэтому Л2 нормы у них, конечно, равны. Значит, отношение для У большого, вот, правой стороны к левой, оно меньше либо равно, чем для У малого. Но меньше быть не может, потому что У малая саму минимайзер, вот, экстремальная функция в этом неравенстве. Значит, на самом деле имеет место равенства. Но что это означает? Раз у меня есть поточечное неравенство, а в норме должно быть равенство, значит, тут есть тоже равенство. И, значит, здесь просто равенство. Вот. А поэтому оно больше нуля. Значит, я могу считать, ну, и тогда я просто, значит, могу считать, что У больше нуля, или что У меньше нуля, ну, пусть будет больше нуля. Вот. Дальше, пожалуйста. Теперь я говорю, что функция У симметрично убывает, что она совпадает со своей симметризацией. Почему это так? Значит, ну вот у меня есть вот такая мажорация. Если мы предположим, что вот это не так, то давайте посмотрим на такое неравенство. Значит, здесь стоит скалярное произведение. Значит, во-первых, тогда У в степени Ку мажорируется, это самое... А, сейчас, нет. Прежде всего я говорю, что вот такое неравенство, это просто, оно следует из того, что при симметризации скалярное произведение в Эль-2 увеличивается. здесь ровно оно и стоит. Дальше я говорю, что... Нет, оно меньше, потому что там есть вторая часть, что если одна из функций строго симметрично убывает, то для равенства нужно, чтобы вторая совпадала с симметризованной. Так что здесь строгое неравенство. Дальше я говорю следующее, что вот это... Я знаю, что У со звездочкой мажорируется В, тогда У со звездочкой в степени Ку мажорируется В в степени Ку, это потому что степень, это выпуклая функция, это как раз одно из равносильных утверждений. Так, а дальше я говорю, что раз мажорируется, то умножение, ну, интегрирование со строго симметрично убывающей и дает мне неравенство. И все. Да, с другой стороны, вот это просто равно вот этому, потому что при симметризации L2 норма не меняется. Ну так и все. Ну и тогда я получаю, что вот это отношение, оно больше, чем вот это, а значит уни-минимайзер. Противоречие, значит, тем самым У совпадает со своей симметризацией. Дальше, пожалуйста. Вот. Что осталось доказать? Что она на самом деле строго симметрично убывающая. Но это уже совсем просто. Значит, посмотрите. Поскольку У-минимайзер, она удовлетворяет необходимому условию экстремума. Необходимое условие экстремума это уравнение Эйлера-Лагранжа. Уравнение Эйлера-Лагранжа в этом случае вот такое. Лямбда – это множество Лагранжа как раз. Ну так, давайте я обращу этот оператор и скажу, что У – это вот такой интеграл. Вот видите, здесь – это тоже Рисовский интеграл, только здесь N-2S будет, как я упоминал. Ну так и что здесь стоит? Вот эта функция, которая в числителе, она симметрично убывает. А вот единица на знаменатель, она строго симметрично убывает. Такая свертка строго симметрично убывает. Это очень элементарное уже свойство. Все, значит, вот вам весь Янг в результате. Ну вот, что я могу сказать? Просто совершенно случайно мимо нас пробегала вот такая задача. Она в каком-то смысле игрушечная, но тем не менее пришлось доказать, раз редактор велел, значит, пришлось доказать. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует...